Всех приветствую на канале Outlook Alive. Слушайте, почти 8 часов вечера, у нас сегодня 36 градусов жары. Сейчас я даже не знаю сколько, но явно больше 30. Очень жарко. Мы вышли сейчас на вечернюю прогулку. Примерно, наверное, километра два-два с половиной, я так думаю. Пока у нас на велосипеде. В кусты, что ли, уехала? По дороге поедешь? По дороге. Ну давай, только пожалуйста по краю дороги, ладно? Он как Гоша едет, хорошо? Не посредине. Ну что такое? Я устала. Ты устала? Угу. Я устала. Я устала. Мы так же все по утрам ездим на море. И знаете, туристов становится все меньше и меньше. То есть пляж, конечно, полупустынный. И на пляж стали приплывать загадочные существа, которых мы раньше не видели. Я устала. Какой он настоящий! Ко мне пойдет! Вы знаете, в такую жару, конечно, хочется чего-то такого постоянно прохладительного. Я открыла для себя очень интересный салат. Сейчас идет сезон арбузов, и салат очень простой. Я с удовольствием поделюсь с вами рецептом. Для многих, наверное, арбуз ассоциируется с десертом. Поели и закусили арбузиком. Но попробуйте сделать этот салат. Это просто чудо! Его можно есть как отдельное блюдо, а можно также подавать как десерт. Основной ингредиент, конечно, арбуз. Здесь, смотрите, у нас продаются арбузы почти без косточек. Мне нужно просто срезать шкурку. Дальше я нарезаю кубиками. Как получается, насколько можно нарезать ровными кубиками арбуз. Перекладываем кусочки арбуза либо в салатницу, либо на блюдо. И добавляем второй ингредиент. Основной это сыр фета. Он сам по себе солененький. Можно, кстати, использовать обычную брынзу. И салат я уже не солю, но это на ваше усмотрение. То есть фета тоже нарезается маленькими кусочками аккуратными и добавляется к арбузу. Чтобы салат не был скучным, нам нужно добавить что-то интересненькое. Добавляем нарезанную свежую мяту. И заправляем салат соком одного лайма. В конце мы сбрызгиваем салат оливковым маслом. Все, салат готов. Обязательно попробуйте. Очень необычное и вкусное сочетание. Каникулы каникулами, но мы потихоньку занимаемся во второй половине дня. Я стараюсь проводить какое-то продуктивное время с Лукой. В основном это чтения, какие-то игры совместные. И если это математика или английский, то это все в практическом варианте. То есть мы сейчас проходим время и деньги. Да, время и деньги. Или деньгам время. Ну, в общем-то, смотрите. Математика, логика, все это конечно хорошо, но просто решать примеры это довольно-таки скучно. Поэтому мы делаем вот такие вот творческие задания, которые вовлекают математические какие-то понятия и знания. Сейчас мы с Лукой собираем часы. Такими занятиями мы убиваем сразу нескольких зайцев. То есть получается, что мы занимаемся и мелкой моторикой, и логикой, и математикой. И какой-то у нас креатив такой присутствует. Пролезла? Молодец. Теперь закрепляй вот этой штукой. Вот этой. Не, не полезла. Вот. Пролезла. Теперь закрепляй вот этой штукой. А как это делать? Часы как ты сделал? Сколько у тебя сейчас там времени? Три часа? Угу. Да? Молодец какой. А у тебя стрелки крутятся или застряли? Не, не, не. По часовой стрелке, Лукаш, все по часовой стрелке. Сначала минутные стрелки. Видишь, как они? А у нас не совсем получилось правильно. Видишь, пять минут, да? Десять минут. Да? Здорово? Задание с деньгами. Это вообще клондайк. Это, я считаю, что очень полезно и практично знать ребенку. То есть это не только состав числа математический, а еще и такие навыки, социальные навыки, практичные навыки, которые понадобятся в дальнейшей жизни. Распечатки мы берем в интернете, но иногда можно это сделать вообще от руки. И у нас есть такие пластиковые денежки, они игрушечные, но можно использовать абсолютно обыкновенные деньги, и чтобы ребенок учился считать. Пока мы сейчас сделаем примеры на точное количество денег, следующий этап это будет деньги со сдачи. То есть, образно говоря, у тебя есть десять рублей, мороженое стоит восемь рублей, сколько у тебя останется сдачи. Но та же математика, просто немножко в другом варианте. Продолжение следует... 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 в сентябре в школу, пока школа молчит. После 70 что у нас? Мы считаем 10. 70, 80, дальше 90, 100. А по крупному счету скоро август. Август это лето-воскресенье. Мне уже немножко становится грустно, потому что все, последний месяц на носу. И еще, ко всему прочему, каникулы у нас будут в этом году укорочены по причине того, что Англия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Испании. Ну и в принципе вообще со всего остального мира, который не будет Евросоюзом. То есть по крупному счету нам надо будет ехать раньше, чем мы планировали. Я в любом случае буду держать вас в курсе о наших перемещениях и нововведениях, потому что все так меняется. А на этом я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравился мой влог. Как всегда, с нетерпением жду ваших комментариев и лайков. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok